ТО-ТО-РУ-ТО-РУ-РУ ТО-ТО-РУ-ТО-РУ-РУ ТО-РУ-РУ Я просто не могу вставить Seven Nation Army из-за авторского права, потому наслаждайтесь этим. ТО-ТО-РУ-ТО-РУ-РУ ТО-ТО-РУ-РУ ТО-ТО-РУ-РУ-РУ ТО-РУ-РУ-РУ-РУ Нахую вертел претензии ваши? Игра-шедевр срал я вам в каше. Нахуй слать я вас не прекращу. Особо упрямых пошлю и впизду. Всемайки.ру Магазин футболок, толстовок, чехлов, свитшотов и куча всего другого. Гигантский ассортимент товаров. Но если ничего не понравится, можешь создать свой собственный дизайн. А по промокоду ITP получаешь скидку в 10%. Ссылка под видео. Battlefield 1 Я словами человеческими не смогу передать, насколько она великолепна. Не существует более прогрессивной франшизы в этом мире, чем Battlefield. Нет ни единой игры в этом мире, которая бы приносила в индустрию столько инноваций, сколько Battlefield. Нет ни единого проекта в этой вселенной, который бы поражал своей масштабностью так, как поражает Battlefield. Я и сам был грешен и долго не понимал ценности Battlefield. Два года назад снял абсолютно позорное видео, которому вскоре со стыдом скрыл доступ. Там было плохо все, от дикции, интонации до содержания. Тогда я был унтер меньшим, играющим в колду, и я не понимал, что я говорю. Но я покаялся. И жду, что покаетесь вы, хейтеры батлы. Это что, рифма что ли была? Кстати, наберем на этом видосе 60 тысяч лайков, и я сразу открою доступ к тому видео. Посмотрите на архив душевнобольного. Эту игру я ждал, эту игру я получил, этой игрой я доволен. Жду релиза. Всем пока. Почему нельзя так резко заканчивать видео? Ооо, шевелись, платва! Когда нам показали в трейлере лошадей, я уже представлял, как же они будут лагать. И я очень удивился, но в игре они лагают. Ладно, это бета, и для бета эти вещи нормальные. Но чинить лошадь гаечным ключом, это, блядь, точно ненормально. Да, Ис, алло! Починил. Блядь, тупая тварь, блядь. Почему я тебя не бью? Почему не бьется? Блядь! Почему я тебя бить не мог? Лошади абсолютно не живые. Они бессмертны, их не убивает снаряд танка. Они чинятся гаечным ключом. И обделены некоторыми интимными моментами. О, чинятся. Я, я сам, ну, а член есть? Члена нет. Это Коин Ларин, а он чайлд фри. Батло всегда ругали за огромные карты, что ты бегаешь 10 минут, никого не видишь, и тут тебя убивает снайпер. Я же в ответ хочу ее поругать за запредельное количество дегенератов, которые в эту игру играют. Battlefield это игра не 32 на 32, это игра 5 на 5, ну или 6 на 9. Что это за числа? Это количество нормальных игроков на каждую команду. Нормальных игроков на каждую команду от 1 до 10, не более. Все остальные это биомусор с кривыми конечностями. Меньше 5% всех игроков Battlefield понимают, что можно кидать патроны. Патроны это такие магические темные кейсы. Только кейсы не со скинами, а с боеприпасами для твоих тиммейтов. Тиммейтов, которые этими патронами будут фаршировать очко твоим врагам, тем самым принося тебе победу, ублюдок. Самое главное оправдание любого лоу-скильного бомжа это «Я фанюсь». Нет, ты сосешь хуй, при этом ты заплатил 60 баксов за это. Поговорим про танки. Танк в БФ-1 это машина анальной инквизиции. Нет, танки не стали какими-то особенными. Наоборот, они стали хуже. Медленнее, не маневренными, просто пехоту урезали. Забрали у чертей вонючих сотню всевозможных гранатометов, птуров, джавелинов. Оставили гранаты и динамит. Больше никаких мотоциклов с С4, ублюдки. Больше никаких автонаводящихся гранатометов. Вы будете рыдать. Пехота должна страдать. Пехота это корм. Быть пехотой, быть мясом. В этой игре есть танкисты, пилоты и те, кого они фармят. Я не могу не радоваться, видя, как Дайс учится на своих ошибках. Все помнят катастрофический опыт с BF4. Нет-код, дисбаланс, тысячи всевозможных багов, низкогерцовые сервера, визуальная датча. Горький опыт был получен. И в следующей игре, в BF Hardline, все было вылизано. Вы можете бесконечно ругать Hardline, но я ее оценил. В ней наиграл почти 300 часов и получил массу удовольствия. Высокая динамика, приятная механика, интересный сеттинг и... Баланс, что самое главное в шутере. Баланс, там он есть. После выходит Battlefront, который рабочий на 100% сразу. С технической части бета BF1 по сравнению с прошлыми на 100% совершенно. Я уважаю Дайс за то, как они близко находятся к своей аудитории. Устраивают на батллоге постоянные опросы, голосования. То есть они прислушиваются к мнению комьюнити. Я их за это и безумно люблю. Купите их игру. Даже если вы не играете в шутер, все равно купите. Они этого заслуживают. Взгляните, что делают разработчики других популярных шутеров. Одни дают игроков на скины, другие просто делают хуйню. Пару слов о графике. На ультра настройках картинка фантастически сочная. Я поставил Resolution Scale на 100%. То есть фактически я играл в 4К, сжатых до 1080. Как-то так. И это тот случай, когда я реально нашел разницу между плойкой и ПК. Но плойку я все равно могу оправдать. Графика на ней полностью соответствует платформе за 20 с лишним тысяч рублей. Претензий никаких. Картинка приятная, фпс играбельный. Че еще надо? При всех раскладах я все же буду играть на плойке, так как управление мне все-таки привычнее. Но у меня чуть вывих в плеча не произошел, когда я попытался полетать на мышке. Ну-ну-ну-ну-ну-нахи. Кстати, 7-го числа, то есть завтра, Sony представит обновленную PS4. Я буду стримить эту презентацию. Подписывайтесь на мой паблик, там будет анонс на трансляцию. Ссылка будет под роликом. Очень смело было выбрать сеттинг Первой мировой. Период однозарядных винтовок, медленных танков и все боялись, что игра будет унылой. Но в DICE я верить не переставал. Эти парни знают свое дело. Конечно, им пришлось прийти на некоторые изменения реальности, сделать танки быстрее, много автоматических винтовок. Оправдали это тем, что в то время были концепты таких пушек, просто их не применяли. Их право. Скажу одно, игре нужны пехотные карты. По типу метро и в заперти. В Battlefield 3 было 3 пехотные карты, в BF4 было 2 пехотные карты. В BF1 должно быть хотя бы 4. На этом у меня все. Аревуар. Вот вам эксклюзив первой минуты геймплея на моем ПК. Блядь, тупая тварь, блядь. Почему я тебя не бью? Почему он не бьется? Блядь! Почему я тебя бить не мог? Объясни, я по тебе.